Обеспечить возвращение наших сограждан из Египта правительству еще в минувшую пятницу поручил Владимир Путин. Указ президента теперь опубликован на портале правовой информации. То есть официально вводится временный запрет на перевозку российских граждан в эту арабскую республику. Турагентствам рекомендовано воздержаться от продажи путевок на египетские курорты. Лайнеры в Египет сейчас летают, но летают пустыми. Их задача вывести оттуда туристов, у которых отдых подошел к концу. Минувшей ночью, например, было несколько рейсов. Самолеты приземлялись в Москве и в Нижнем Новгороде. В то же время аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха направлены в специалисты посольства России, в Каире, МЧС и Ростуризма. Они будут помогать нашим соотечественникам, вылетающим на родину. Но сейчас обязательное условие для пассажиров. На борт можно взять исключительно ручную кладь. Багаж едет отдельно. Репортаж Евгения Лямина. Рейс за рейсом. Шарм-эль-Шейх, Хургада, российские туристы возвращаются из Египта. За сутки до вылета, говорят, готовились к бесконечным очередям и давке. Но, приехав в аэропорт, даже удивились. Все спокойно. На самом деле мы даже не ожидали, что будет все спокойно. Стоят полицейские кордоны, все это было. Но проехали мы спокойно, никакого ажиотажа в аэропорту тоже не было. Нас привезли, как и положено, за три часа до вылета. О том, что рейс задерживается, нам сообщили в отеле. Рейс задержался на полтора часа. Долетели отлично, контроль нормальный, все хорошо, все спокойно. Забирают практически все вещи, которые у вас есть. Ручной кладь до 10 килограмм только можно с собой забрать. В общем, контроль хороший. Но багаж будем ожидать в течение двух-трех дней. В Москву багаж из Египта доставляют бортами МЧС, Министерство обороны и грузовой авиакомпании «Волга-Днепр» в аэропорт Внуково. По прилету багаж был полностью весь доставлен в почтово-грузовой комплекс. Там прошли все необходимые досмотровые процедуры. Службы аэропорта провели апробацию багажа, рассортировали по городам назначения. Для того, чтобы быстрее получить багаж пассажирам, влетающим из Египта, следует в аэропорту пройти регистрацию и оформление багажа. Предварительно на каждую сумку или чемодан прикрепить дополнительную бирку с указанием имени, фамилии, адреса пассажиров России, номера рейса, даты вылета по билету, а также контактный телефон и электронную почту. Когда и где забрать багаж, туристам сообщат, позвонив или прислав СМС. Информацию о багаже можно найти на официальном сайте аэропорта Внуково в разделе «Информация для пассажиров». К примеру, за предыдущий день прибыло 1095 сумок и чемоданов. Из них 96 отправлено в Шереметьево, 558 – в Домодедово. Кроме того, есть багаж без маркировки, то есть не указана ни фамилия владельца, ни номер телефона для оповещения. Такие чемоданы и сумки фотографируют и размещают здесь же на сайте. Просят внимательно отнестись, просмотреть. И если кто-то нашел здесь свой чемодан, просят позвонить по указанному номеру телефона. В свою очередь, компания «Аэроэкспресс» подговоренности с Министерством транспорта России, тех, чей багаж пролетел позже, обещает перевезти бесплатно в аэропорт и обратно, чтобы люди могли забрать свои вещи. Багаж пассажиров из других городов будет доставляться или почтой России, или же регулярными рейсами в местные аэропорты. На сайте Внукова также опубликован предварительный план отправки багажа в другие регионы России и Белоруссию. Вот, к примеру, в Ивановскую область. Два чемодана пересылаются почтой России. В Пензу три чемодана доставят уже сегодня. Обычным регулярным рейсом. Номер указан. В Вологду тоже самолетом чемодан полетит завтра. И так десятки городов. Логистикой занимается Росавиация. Помимо объемной и кропотливой работы с возвращением из Египта туристов и их багажа. Серьезный вопрос, который требует немедленного вмешательства и решения помощь турфирмам. Мы сейчас оцениваем те потери, те проблемы, которые возникли у туроператоров, у отрасли. В целом, естественно, это будет зависеть от того, как будут урегулироваться вопросы с самими туристами. Кто из них захочет воспользоваться альтернативными маршрутами или перенести просто поездку. Кто не захочет, а потребует деньги. Исходя из этих оценок, мы сформулируем программу поддержки. Уже в ближайшее время состоится встреча с представителями туристических компаний, на которой обсудят возможные пути поддержки турбизнеса в России в сложившихся условиях. Прилетевшие в Египет накануне российские специалисты вместе с египетскими коллегами сегодня начнут проверку уровня безопасности в аэропортах Египта. В составе трех специальных групп представителей Росавиации и спецслужб. Кроме того, в аэропортах Шар-Мальшейха и Хургад разворачиваются штабы МЧС для помощи пассажирам, возвращающимся домой.